Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Цель канала просвещать потенциальных покупателей, продавцов, а также профессиональных операторов рынка недвижимости. Сегодня мы будем говорить о рынке жилой недвижимости города Одесса и Одесской области. Мы поговорим о первичном и вторичном рынке. Мы поговорим о факторах, которые влияют на ценообразование на первичном и вторичном рынке. Мы также с вами будем разбираться, что такое колебания и что такое тенденции. И какие внутренние и внешние факторы влияют на развитие рынка в целом. Итак, друзья, смотрим подготовленный новой материал. Перед вами карта города Одесса. Мы будем говорить о колебаниях. Это короткосрочные процессы, которые протекают на рынке недвижимости. Период исследования февраль-март 2021 год. За период исследования мы видим, что наибольше всего подорожала желая недвижимость в Суворовском районе. Плюс на целых 17 сотых процента, что в абсолютных цифрах составило 605 долларов за квадратный метр. Мы говорим о классе, друзья, социальное жилье. Это вторичный рынок. Ну и меньше всего подорожала желая недвижимость в Приморском районе. Плюс на целых 11 сотых процента, что составило в абсолютных цифрах 875 долларов за квадратный метр. Мы продолжаем говорить о квартирах, которые относятся к классу социальное жилье. Это квартиры, построенные в период с 1950 по 1992 год. Я вот внизу вам привожу классификатор. Вы можете посмотреть, какими техническими характеристиками обладает тот или иной класс, о котором я вам рассказываю. Мы видим, что в марте месяце стоимость квадратного метра достигла в целом по городу 725 долларов, что показало нам незначительно положительную динамику роста. Плюс на целых 14 сотых процентов. Друзья, это колебания. О них я вам расскажу чуть позже. Ну и в следующем слайде мы будем говорить о тенденциях и перспективах рынка недвижимости. Перед вами график рисунок. Мы будем говорить, как я уже говорил, о тенденциях. В период исследования марта 2020 год мы видим 727 долларов за квадратный метр. Средняя стоимость квадратного метра по городу. И уже в марте месяце 2021 года мы видим стоимость квадратного метра достигла 725 долларов, что показало нам в годовом измерении снижение минус на целых 28 сотых процента. Давайте попробуем разобраться, в общем-то, что нарисовано на этом интересном графике рисунки. Перед вами восходящая гистограмма. Мы видим, что до пятого месяца, это у нас май, стоимость квадратного метра в городе Одесса, в общем-то, незначительно поднималась. Это был 2020 год. Также напомню вам, ретроспективу 2019 год тоже весь год мы видели, наблюдали по всей Украине повышение стоимости квадратного метра на вторичном рынке где-то порядка 5%. Итак, в июне месяце 2020 года мы видим, что восходящая гистограмма начинает менять свое направление. То есть рынок недвижимости отреагировал на мировой экономический кризис, в который, в общем-то, пришел и в Украину, где триггером которого послужил COVID-19. Мы видим, что на протяжении, даже можем посчитать, скольких месяцев, в общем-то, стоимость квадратного метра на вторичном рынке снижалась. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяцев. Друзья, это уже тенденции, то есть долгосрочные процессы, которые происходят на рынке. И вот тут мы видим в январе, феврале, марте месяце, три месяца, опять стоимость квадратного метра незначительно, но начала расти. То есть вот это классические колебания, о которых я вам обещал рассказать. Ну, давайте, в общем, сначала вспомним, что происходило в конце года. Это ноябрь, декабрь и январь, конечно, месяц 2021 года. Мы наблюдали истерию по поводу того, что рынок недвижимости Украины самый быстро растущий рынок в мире. Это, в общем-то, фейковая такая новость. Она достаточно обсуждалась жарко. Риэлторы подхватили, в общем-то, эту сенсацию. Так называемую. Ну, в общем, договорились до того, что рынок недвижимости Украины по публикации одного из крупных интернет-изданий вошел в пятерку самых быстро растущих рынков. Ну, вот, в общем-то, я смеялся над этой фейковой новостью. Именно так я ее называл. И говорил о том, что это вообще неправда. И далеко не похоже на правду. А вот давайте теперь попробуем объяснить, в связи с чем связан этот рост. Представьте себе, человек, который продает недвижимость. Естественно, он мониторит также рынок недвижимости, как и профессиональные операторы рынка. И он на протяжении трех месяцев слышит, что рынок недвижимости растет. Что он делает, друзья? Конечно же, он поднимает стоимость своего объекта недвижимости, который он продает. Если он адекватный продавец, он именно так это сделает. То есть, вот это классические колебания. Это внешние факторы влияют на эти колебания, но никак не внутренние факторы, которые действительно формируют состояние рынка недвижимости. Внутренние факторы – это факторы, которые находятся внутри экономической системы. О них мы поговорим позже. И я вам расскажу, почему я, в общем-то, считаю, что рынок недвижимости в 2021 году в городе Одесса будет показывать нам снижение стоимости квадратного метра. Ну, расскажу, естественно, и цифры также приведу для того, чтобы это было аргументировано. Итак, друзья, мы переходим к следующему слайду и будем говорить, что происходит с квартирами эконом-комфорт бизнес-класса. Это три класса попали в одну выборку. Мы будем говорить о среднеаритметическом числе по трем классам. Если ваши квартиры относятся к классу или же бизнес, то эти цифры для вас не актуальны, друзья. Мы видим в марте месяце стоимость квадратного метра по трем классам достигла в городе Одесса 876 долларов, что показало динамику положительную плюс 0,34%. Друзья, это колебания. О них я вам уже рассказывал. Повторяться не буду. Вы также можете ознакомиться с классификатором и прочитать, какие технические характеристики соответствуют тому или иному классу жилой недвижимости и коммерческой недвижимости. Дальше мы будем говорить о методе многофакторного анализа. Это показатели, которые, или факторы, можно так их называть, и показателями, которые формируют состояние рынка недвижимости или характеризуют его правильно так состояние. Один из основных показателей это активность рынка недвижимости Украины. Количество транзакций в 2020 году мы видим 486 283 транзакции, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Запомнили этот показатель, то есть рынок недвижимости абсолютно отреагировал на кризис с снижением активности. В общем-то, как и все другие рынки. Следующий показатель или фактор это показатель спроса, то есть количество приобретенными. приобретенного жилья украинцами в 2020 году достигло 317 639 объектов жилой недвижимости, что на 5,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Но здесь тоже все понятно, друзья, во время кризиса у людей денег не становится больше, покупательская способность снижается, естественно, все меньше приобретается, в том числе и квартир. Ну и третий показатель это показатель выданных ипотечных кредитов, то есть под приобретение недвижимости. Мы видим, что в 2020 году 13 597 ипотечных кредитов было выдано, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Друзья, ну приведу опять статистические данные, чтобы вы понимали много это или мало, 13 тысяч кредитов, которые были выданы в Украине. Порядка 5 миллионов людей, в основном это молодежь, молодые семьи нуждаются в собственном жилье. И вот на 5 миллионов и 13 тысяч 597 кредитов, которые были выданы в 2020 году, в общем-то, можно сравнивать проценты как угодно. То есть это ничтожно малое количество по отношению к тем людям, которые, в общем-то, нуждаются в кредитовании. Поэтому, друзья, вот те, кто мне говорил о том, что в марте месяце будет кредитование и у нас все будет очень хорошо, красиво и рынок недвижимости начнет расти. Хочу напомнить вам свои слова о том, что не будет, я вам об этом говорил в январе месяце, в феврале и сейчас говорю, не будет у нас ипотечного кредитования, потому что нет государственной программы, государство не заинтересовано в том, чтобы люди оставались в Украине и покупали недвижимость. Потому что те ипотечные кредиты, которые на сегодняшний день мы видим, это, в общем-то, констатация факта, что в финансовом секторе Украины отсутствует такое явление, как ипотечное кредитование. Итак, третий фактор мы, в общем-то, тоже с вами запомнили. Давайте теперь попробуем разобраться, что происходит на первичном рынке квартиры, эконом, комфорт, бизнес-класс. Опять три класса попали в выборку. Видим, что в марте месяце средняя стоимость 591 доллар, что показало динамику положительного роста, плюс на целых 17 сотых процентов. То есть, это колебания, я о них вам уже говорил, но, друзья, на протяжении 12 месяцев я вам уже рассказываю и показываю в цифрах, что первичный рынок недвижимости, он первый вошел в состояние кризиса и стоимость квадратного метра, ключевое слово, в долларах, снижается. Это тенденция, которую мы будем наблюдать весь 2021 год. Ну и в подтверждение моих слов мы рассмотрим последний, в общем-то, слайд. Мы будем говорить о показателе, который характеризует состояние рынка недвижимости в целом и в том числе первичного рынка. Это количество сданного в эксплуатацию жилья. В 2020 году мы видим 43 630 квартир было сдано в эксплуатацию, что на 50,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Ну, друзья, здесь все понятно, компании-застройщики не строят за свои деньги жилье, вы это знаете, или в большинстве не строят. То есть, ипотечного кредитования в Украине нет, мы уже об этом говорили. То есть, остались кто? Физические лица, украинцы, которые, в общем-то, называют себя инвесторами, которые действительно кредитуют первичный рынок под приобретение будущего квадратных метров. Так вот, с 2019 года все меньше и меньше украинских инвесторов мы наблюдаем, так как строительная отрасль показывает нам все снижение, с каждым годом все меньше и меньше вводит в эксплуатацию нового жилья. То есть, очевидно, что у украинцев стало меньше денег, очевидно, что риски на первичном рынке выросли. Мы помним в 2020 году две крупные компании, которые обанкротились, не будем их называть, но, в общем-то, люди, действительно, достаточно много людей, которые остались с этими проблемами один на один. Скорее всего, у них не будет ни денег, в общем-то, ни квартир. Хотя, очень хочется, чтобы, конечно, у них все получилось. Но, к сожалению, предыдущий опыт говорит о том, что в Киеве Элита Центр в 2007 году создала пирамиду и вот до сих пор в Киевском городском совете обсуждают, как компенсировать людям пострадавшим. Так уже сколько лет прошло, уже поменялось сколько мэров. Поэтому, друзья, первичный рынок давно находится в состоянии кризиса. А если говорить уже о Одесской области, мы видим, что в 2019-2020 году было введено в эксплуатацию 3779 квартир, что на 67% меньше, чем за аналогичный период. То есть, видим, что Одесская область не является исключением из общего правила. То есть, по Украине снизилось количество сдаваемого в эксплуатацию жилья и в Одесской области в том числе. А теперь давайте подведем, в общем-то, итоги, сведем все эти показатели, которые характеризуют состояние рынка недвижимости в единое целое. И увидим ту картинку, которая, в общем-то, соответствует состоянию рынка недвижимости. Первый показатель активности снижается как в Украине в целом, так и в Одесской области. Второй показатель спроса, мы также видим, что все меньше приобретается недвижимости украинцами. Третий показатель отсутствия ипотечных кредитов, мы об этом уже говорили. Четвертый показатель, что все меньше сдается в эксплуатацию нового жилья. И это мы только что разобрали на примере, в общем-то, этого слайда. Ну и все это причина, а следствием является снижение стоимости квадратного метра, которое мы будем наблюдать весь 2021 год. Как на первичном, вернее, как на вторичном рынке, там все продается, я имею в виду недвижимость продается в долларах. Так и на первичном рынке, если будем привязывать к доллару, если мы говорим в гривнах, тут зависит все от того, насколько будет девальвировать национальная денежная единица, ну гривна. Если будет соотношение гривны к доллару ухудшаться, то есть будет обесцениваться гривна, то, естественно, стоимость квадратного метра на первичном рынке будет расти. Вот так, в общем-то, я постарался кратко проанализировать вам процессы, которые происходят на рынке недвижимости Украины и Одесской области. И еще раз повторюсь, рынок недвижимости находится Украины в кризисе, стоимость квадратного метра будет снижаться, и мы будем наблюдать эти тенденции весь 2021 год. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит на рынке недвижимости Украины, вам необходимо, что сделать? Правильно, друзья, подписаться на мой канал. Вы также можете меня обсуждать, критиковать, особо умные могут посылать нахер. Но, если, конечно, у вас есть аргументы. Еще, друзья, вы должны помнить, что я, ваш скромный слуга и компания Олимп Консалтинг. Вы путайте нас, пожалуйста, со слугами народа. Готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости Украины, которые, я надеюсь, станут для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости. Еще, друзья, помните, что о статистике и о недвижимости позаботимся мы, а вы позаботьтесь о своем здоровье. Не болейте, друзья, и не забывайте вовремя оплачивать компаниям-монополистам жилищно-коммунальные услуги.